Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, Владыка Митрополит Георгий, Матушка Сергия, дорогие отцы, матушки-ягумени, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием, с юбилеем, с 25-летием принесения мощей в сию святую обитель, с обретением, вторым обретением таковых мощей народом нашим и церковью нашей. Вот сегодня уже много раз в связи с празднованием памяти святаго-преподобного Серафима употреблялось слово «чудо», и именуем мы его чудотворцем, потому что действительно много чудес совершал при жизни. И об этих чудесах нам стало известно через устное предание, и ту часть этого предания, которая была записана, но последние 25 лет явили нам реальные чудеса, проистегающие по молитвам преподобного Серафима. Само обретение мощей, даже предвосхищая это событие, можно сказать, сам факт существования мощей – чудо. в то время, когда многие святыни просто уничтожались, когда они выставлялись на погас для того, чтобы убедить часто людей, недостаточно просвещенных, в том, что останки эти никакие не мощь, что это некий обман. А раз обман, то это все нужно уничтожить. И как много святынь было уничтожено. А мощи преподобного Серафима исчезли. И даже когда настали благоприятные времена, то нужно было употребить многие усилия, чтобы обрести, найти эти мощи, и нашли их практически совсем случайно в музее истории религии атеизма в городе Ленинграде, который размещался в здании нынешнего кафедрального Казанского собора. Истечение обстоятельств было таково при обнаружении этих мощей, что лица, участвующие в изыскании этих мощей, были поражены, потому что могли и не найти этих мощей. Они лежали в неподобающем месте. Практически никто не знал, что это мощи преподобного Серафима и кто-то из технических служащих. Сказал, ну вот посмотрите, еще там, там что-то лежит. И когда открыли и отнесли то, что увидели с описанием мощей, то поняли, что велика вероятность того, что это действительно мощи преподобного. А затем были проведены соответствующие исследования, которые полностью подтвердили Церкви Русской, народу нашему, чудом явились мощи преподобного Серафима Саровского. А затем началось особое шествие по всей Руси. Господь сподобил мне участвовать в этом шествии. Это было поразительное по силе духовного воздействия на наш народ шествие. Еще вчера люди, никак не связавшие себя ни с верой, ни с православной Церковью, вначале как бы из любопытства выходили из своих домов, становились вдоль дорог, а потом вдруг объятые общим духовным энтузиазмом присоединялись к этому крестному ходу и потом, уходя из этого хода, сердцем всегда оставались с преподобным Серафимом. И это шествие через Русь с дивными мощами угодника произвело чудо обращения к вере православной, заблудших ее детей. И мощи встречало пение пасхального тропаря «Христос воскресе» во исполнение пророчества святаго преподобного Серафима, что летом будут петь Пасху. И без слез невозможно было слышать летом этот пасхальный великий гимн, утверждающий силу Христово воскресения. И взирая на мощи, спокойно проплывавшие над тысячами людей, невольно возникал образ воскрешаемой Руси. И принесены были мощи сюда. И правильно сейчас сказал об этом матушка Сергия. Все то, что здесь произошло, иначе нельзя назвать как чудом. Со многими трудностями сталкивались все те, кто обустраивал обитель. Но эти трудности в какой-то момент отступали. И все больше и больше людей считало долгом своим содействовать строительству и благоукрашению Дивеевской обители. И сегодняшний день тоже чудо. Тогда в начале возрождения веры в начале 90-х годов нам говорили, люди принимают православие просто как альтернативу атеизму, который утверждался силой потерявшей всякий авторитет в народе власти. Вот пройдет этот период, люди станут жить лучше, богаче, у них откроются возможности образования, будут ездить за границу, увидят, как живут люди в просвещенных странах, и поверьте нам, все это временное возрождение веры пройдет, но уже окончательно. и через 25 лет мы можем свидетельствовать. И доказательством нашего свидетельства являются вот эти сотни молодых людей, которые сегодня молятся вместе с нами. «Народ наш не потерял веры, а несмотря на огромные соблазны, искушения, пропаганду греха, распутства, он устремляется ко Христу воскресшему. И мы верим, что это обращение русского народа к Богу имеет огромное значение не только для России, но для всего мира. И знаем, что в этом чуде обращения есть частица великого молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, с обретением мощей которого и началось это великое возрождение православной веры. В тропаре преподобному мы находим дивные слова умилением сердца любовь Христову стяжав. Святой Серафим искрился этой божественной любовью. Он всех встречал с радостью, лицо его было светлым, при жизни его считали святым. Он действительно стяжал любовь Христову и отображал эту божественную любовь в своей личности через общение с другими людьми. но слова тропаря связывают умиление сердца со способностью обретать любовь Христову. А что же такое умиление? Это не просто выражение некой подвижной психики, которая связана с повышенной эмоциональностью, со слезоточивостью. Умиление это не состояние нервной системы, а состояние духа. Умиление это отсутствие всякой злобы, это беззлобие, это милость, потому что умиление и милость имеют один и тот же корень. Милость к окружающему миру, к людям, к природе, к диким животным, как это проявлял в жизни своей преподобной Серафим. Умиление было главным измерением его жизни. И вот в ответ на это умиление сердца Господь и даровал ему свою любовь, свою благодать и свою силу. И когда у нас сегодня массовая культура, какие-то там литературные произведения, кинематограф особенно, учит тому, чтобы для того, чтобы быть успешным, надо быть сильным, надо уметь бороться и либо сильно физически ударить противника, или не уничтожить его своим умом. Когда вот вся эта массовая культура 21 века формирует жестокое человеческое сердце, мы обращаемся к преподобному Серафиму и просим его дать нам умиление сердечное, беззлобие, милость, радость, доброту к окружающему нас миру. И верим, что умиление сердечное сильнее физической силы и даже сильнее силы разума. Вот такой дивный пример святости явил нам преподобный Серафим, продолжающий совершать чудеса в нашем благочестивом народе. Ему слава и добрая память наша и поклонение как великому угоднику и чудотворцу земли нашей. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. С праздником всех вас поздравляю.